В этом году на вверенных теплогазу территориях не было ни одной аварии. Главная задача компании на сегодня – поставка качественного ресурса жителям области. Однако в большинстве случаев ресурсоснабжающая компания отвечает за температуру теплоносителя только до границы дома. Как показывает опыт, при обращении на некачественный ресурс, в 95% случаев проблема находится все-таки внутри дома. Это, соответственно, непромытая система вовремя теплоснабжения, которая способствует неравномерному распределению ресурса между квартирами. Когда мы можем наблюдать, что одни жители страдают от повышенных температур внутри квартир, а другие жители, наоборот, страдают от холода. Если в прошлые годы основные жалобы были по недотопам, то в последнее время появились жалобы по перетопам. Так как у потребителя находится прибор учета и приходится за потребленный ресурс платить, много поступает жалоб о том, что температура в квартире выше 18 градусов и просьба именно снизить до приемлемой. Основная проблема холдинга – накопленные населением и предприятиями долги за тепло и горячую воду, которые не позволяют планомерно вести подготовку к новому сезону. На сегодняшний день совокупная дебюторская задолженность перед Владимир Теплогазом составляет более 450 миллионов рублей. Из них 270 миллионов недоплатили жители. Впервые за последние годы в числе неплательщиков оказались даже школы и детские сады. В лидерах по неоплате город Гороховец, хотя задержка с оплатой есть и у других муниципальных образований. В основном это муниципальный бюджет, школы, детские сады. Наверное, это дело прокуратуры разбираться в данных вещах. Но, тем не менее, факт остается фактом. Подобных неоплат со стороны бюджетов последние пять лет не было. Которые так критично более трех, четырех, некоторые пяти месяцев совершенно не поступают денежные средства. С неплательщиками и ресурсным организациям помогает бороться действующее законодательство. По новому федеральному законопроекту всем должникам запретят осуществлять сделки с недвижимостью. Вырастут и пени за просрочку. Сегодня они составляют около 9%, а по новому законопроекту примерно 18%. Если раньше она составляла 1,03% от ставки рефинансирования Центробанка, то сейчас получается увеличение будет до 1,170%. То есть где-то сумма за просрочку будет равна цене потребительского кредита. 17-18%. Впрочем, в МРГ Инвест готовы пойти навстречу должника. Заплатить долги можно постепенно, безо всяких процентов, заключив специальное соглашение о рассрочке. Кроме того, погасить долг, а также оплатить текущие начисления можно в личном кабинете на сайте МРГ Инвест. Евгений Локтионов, Константин Миронов, 6 канал.